всем привет 28 июля пивная пятиминутка или как обычно так следующий волк у нас следующий лимит эдишн лимитированный волк я же говорю да говорю еще одну стаю я поймал так что будем ее потихоньку кушать потому что что-то на масс-маркет у меня пока не стоит нет настроения чтобы дегустировать эти новиночки так что пока будем вот этими штуками баловаться это у нас white и п смотрите опять же скромный такой дизайн минимализм чисто рожа все на белом фоне вот и все а что у нас на сайте а на сайте просто одно предложение уникальный бледный белый уникальный посмотрим как же не посмотреть то на прозрачненький такой в общем то кто смотрит мой канал знает что у них уже был был была белая и по вот так вот она выглядела вот она естественно все в коллекции особенно лимитированные баночки и конечно же она не выкинута и стоял я у холодильника вот этого прекрасного и такой думаю блин а белая же и по у меня уже было и давай-ка залазить себе на страницу искать эту белую и пу там я ее естественно нашел потому что вот она вот видите в чем разница но смотрю этикетка другая думаю ну блин вот просто ребрейдинг если просто ребрейдинг то как бы покупать особо не охота с другой стороны это другая этикетка то есть как бы и надо то есть как бы обзорчик не запишешь но для коллекции конечно же баночку купишь но не просто ребрейдинг нет оказалось совсем все по-другому смотрите и почему я так подумал потому что ттх одинаковые 6 процентов алкоголя здесь 6 процентов алкоголя здесь и 14 плотности алкоголя в старой версии и 14 процентов алкоголя в новой версии теперь думаем что же разное естественно состав составчик то разный смотрите в чем фишка но это я просто заранее подготовил суду блин надо же это в чем же разница а разница составе это вода питьевая сол пивареный пшеничный даже не ячменный рисовая шелуха хмели продукты пивные дрожжи неужели я такой пил с рисовый шелуха и главное пшеничный чисто на пшенице чё сто процентов пшеница а тут у нас что смотрите вода питьевая сол пивареный ячменный тут у нас чисто на пшенице тут чисто на ячмене и все хмель продукты пивные дрожжи то есть то есть состав абсолютно разной но по ттх все одинаково давайте пробую что еще интересно а ну все я уже сказал 66 алкоголя 14 450 это она русская пинта наша любимая кстати вот это 500 и вот кстати вот вот смотрите разницу а нихрена и нет если вот здесь под горлышко налито 450 то вот здесь где 500 тут какая-то уже теория заговора идет прям не понимаю по ширине может они разных да нет вроде нет это память слушать поменьше ну хрен знает но короче думаете сами решаете сами вот так вот 500 миллилитров 450 зачем они скатились до 4 ну да она просто пожирнее она не выше ничего она не выше она пожирнее по обхвату тут вот да вот они где 50 миллилитров наши потерялись они в обхвате потерялись это стопудово даже чувствуется что потоньше вот это 450 и и опять лимит и дыши все дела хулю моем все переходим в пивасику как сочненько так интересная у нас идет дата розлива ухты ухты красота 28 06 22 стоем а чё я сказал сегодня 28 купил все не юбилей месяц это прекрасные баночки сегодня месяц поздравим ее и уже она открыта и распробована почти но это тропики такие скромные да это вот это вот манго херанга тропические фрукты безусловно это вкусненько на аромат но на цвет ну мутно-желтый цвет больше ничего не станешь пробуем а джинни не и поведом у байт клава то есть бедный ой белый индийский бледный он так бледные куда еще то вот его еще белым то делать зачем а кстати пиво светлое нефильтрованное не осветленное не пастеризованное я заметил последнее время так любят играться вот этим словом не осветленное раньше такого не было сейчас прямо все считают что помимо пастеризации фильтрации надо написать осветленное или нет раньше такой фигни не было это очень скромненько блин я даже не знаю как то писать что-то хмеленная легонько 6 проц кстати 6 процентов алкоголя пьется абсолютно лайтовом в конце даже кислинка есть это интересно конечно но не мое скажем так да это хмеленка но слабая такая если б я вслепую попробовал я сказал что это сейшин например да какой-то или а по допустим потому что это так лайтовенько но это если конечно поглоточку делать а если залповать то нет принципе интересно но ничего такого особенного с одной стороны с другой стороны как бы ну и хрен бы с ним но я как-то вот хмель не могу поймать какой то есть вкус ну еще вот они вот айби уже нынче здесь айби и не написано в принципе здесь тоже вот здесь вот строка есть на вчерашние не паться в этой строке было айби и здесь ее нету здесь естественно то шайби нету ну сколько бы я дал айби юм от 30 до 40 где-то я я так думаю и вот хмеля тоже вот очень-очень жалко нерасписанных неряб потому что хмеля тут какие-то не цитра скорее всего какие-то такие не частые а если это сингл хоп так это вообще интересно будет что это за хмель такой скорее всего это сингл хоп потому что нету яркости или во вкусе или в аромате вот купаж хмелей да он дает все вот разнообразие великолепие так на чем-то они сварили но это уже история загадочная что там кого-то в принципе попробовать но если найдете да я нет скорее нет есть нам много много других представителей а ну белые по белых-то мало че у кого есть белые весь спрос всякие и пы и пы и пы и пыни и пы вообще у нас тут да все загородили и прилавки крафтовиков если интерес конечно попробуйте если конечно же в коллекцию обязательно тоже возьмите а так не знаю ничего не могу сказать погоречи пустовато горчинки особо я не чувствую хмель чувствуется но горчинки почему-то нету вот это вот сочетание очень странная которая меня вот ступор ты вводит как-то ну все в принципе дальше еще размусоливать будем на этом прощаться завтра обязательно увидимся завтрите у нас пятница тогда надо какое-нибудь волка какого-нибудь такого шикарного подобрать хотя там так посмотрим по стилям конечно они уже меня принципе расставлены так что чего-то выбирать так что завтра увидимся но а на данный момент не болеть берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новые стили пива или под стиле это допустим white api белый белый бледный нормально придумали вот открывайте также для себя новые пивоварни этого сейчас у нас волковская отдельно варит кстати тут тоже два адреса на социальный переулок и нижний сусальный переулок и мытища ну так что масс-маркет они продали они балуются сейчас вот такими вещами продали они нпк что можно было еще ожидать да в принципе наверное это было предсказуемо так что ищите именно не масс-маркетовская их пиво пробуйте и пишите в комментариях как он вообще зашло не зашло как как вообще в принципе относитесь к линейке потому что у меня пока неоднозначно что-то вот прямо вот я бы не сказал что хорошо она такая среднечковая а потом вспоминаешь про цену и понимаю что это не среднечковая что это хорошо у меня вот такое ощущение пока первую ставлю я пробовал еще когда зимой или когда не помню когда или 8 8 скорее всего там мне мало что зашло вторая стая которая была на той неделе уже хорошо и тут ну как хорошо вот так же среднечковый это тоже так вот идет пока вот как ну все завтра увидимся будем пробовать кушать отведывать следующего волка пока